Продолжается плей-офф Дота 2 Чемпионс Лиги. Снова здравствуйте, как мы обещали. В три часа мы здесь и мы готовы. У нас сегодня очень интересный день. Сегодня СНГ против Европы. Хотя коллективы, конечно, европейские, но есть в них и СНГ игроки. А мы здесь пока что собрались в студии аналитики с Джемом и Смайлом для того, чтобы подвестись к первому матчу, посмотреть, да и вообще посмотреть, что у нас сегодня будет. Немножко поболтать. Добрый день, вечер, утро. Привет. Обед вроде как у многих людей. У кого утро? У меня такое ощущение, что вчерашний день не заканчивался. Я пришел, за секунду выбился, через секунду проснулся. Я думаю, это относительно того, во сколько ты лег спать. Я достаточно рано лег. Разделение все-таки есть небольшое. То, что в следующий день начало. Ну, если мы в полвторого, то куда мы были ночью? Иными словами, кто-то из нас находится еще во вчерашнем дне, кто-то уже в сегодняшнем, может быть, даже кто-то в завтрашнем дне. Но, так или иначе, сегодня у нас несколько игр. Сегодня вообще четыре игры в рамках Play of D2.CL, но мы будем смотреть здесь и студии две. Верхнюю сеточку полуфинала. Да. Давайте... А у нас есть расписание вообще? Или сетка? Я бы к сетку глянул. Ну, первые должны быть у нас HellRazers против Gladiators. Да, как раз таки. А вторыми Entity против Natsuincer. Да, параллельно с матчем HR Gaming Gladiators ничего не будет. А вот дальше у нас стартует как раз нижняя часть и последний матч 18.00 стартует. То есть нижняя сетка начинает несколько позже. Но я думаю, что матч дня, безусловно, это Entity Na'Vi, потому что за нами будет очень интересно посмотреть. Они супер бодро начали этот плей-офф. Они играли там 11.00 против FinStrike, вынесли их за 20 минут. Но потом чуть не проиграли. Они реально были в шаге. Поэтому сверхуверенной их игру не назвать. Более того, у нас сегодня в верхней сетке действительно противостояние Европы и СНГ. Но начнем мы не с Na'Vi, начнем мы с команды Ашер. Какое у вас впечатление возникло о Ашер после первого перформанса? Он был такой какой-то... На второй карте неплохой, а на первой карте они с Медузой играли. Очень долго никак не могли закончить. Даже казалось, что там перевернули Гамбиты, но все-таки Ашеры оказались сильнее. Я не знаю, что вам добавить, если честно. Потому что для меня, если в этой паре явный фаворит, это их оппонент как раз кигладиатору, потому что они показывают совершенно какой-то иной уровень. По поводу Ашеров, я такое ощущение, что ребятки еще на стадии раскачки. Мне кажется, они вот... Они потянечку разгоняются как раз. Они потянечку разгоняются. И вот как раз как они только начали, опять же, свой путь. Их там в среднячке записывали, собрали такой микс неплохой. Но эти ребята с каждым разом все лучше и лучше играют. И вот этот самый брак, он на нет сходит практически с каждой игрой. Хотя бывает медленно, бывает быстро. И вот как раз, соответственно, твой вопрос по поводу первой игры. Так, когда было медленно? Первая игра была медленно, вторая игра была супербыстрая и супердрайвово. Ну, они как-то в первой, на самом деле, первую тоже могли закончить быстро. Но что-то где-то расслабились. Там еще и такой момент был, что против шторма действительно было сложновато играть. Этим воспользовался и ФН. Игра затянулась, но в итоге медуза своего добилась. Так или иначе. Ну, а вторая была шикарная, со снайпером, по-моему. Да, там они как раз-таки показали снайпер Трентатал сам. Мы с тобой как раз комментировали эту игру. Там очень жесткая линия была. Там без шансов было, да. Ну, а гладиаторы камни на камне не оставили от своих оппонентов. Сверх уверенно действовали. С кем они играли? Они играли у нас как раз-таки с... Сейчас бы вспомнить. Ты нашел кого спрашивать. Можно еще раз отсветку? Отсветку гляну. Я комментировал даже эту игру. С гамбитами все-таки, да. Гладиатор гамбит? Ну, там Салат было. Да. А, Шер Майндгеймс, да, был. С Майндгеймсами играли Ашер, с гладиаторами Гамбит. По поводу гладиаторов я тебе так могу сказать, что эти парни, которые сейчас тон вообще всей доте заводят, имейте, по крайней мере, европейский и вот плюс СНГшний. Потому что у них свой стиль игры. Я говорю, эти ребята могут вообще без каких-либо вопросов там 5-6 серий подряд отыграть старый добрый расстановка по лайнам 1-1-3. И вообще Салари это не стесняет. Если они видят какую-то слабость у своей первой позиции, он просто идет вместе с этой первой позицией под двух каких-то сильных саппортов в оффлейн, стоит там триплой, отжирает свою единичку, Эйс отправляет стоять на легкую линию, и он там на каких-то тайтхантерах, бисмастерах себя комфортно чувствует. Либо они просто в жесткую агрессию играют, когда у тебя Эйс идет вперед, опять же, на этой жирных персонажах, а Эйс пейсит. Просто он идет пейсит, вообще ничего не боится. Убьют – ничего. Не убьют – буду фармливать все. Вражеский лес, вражескую тройку. И вот как раз вот в этой игре, когда он на тайтхантере, по-моему, был. На тайтхантере, мы с тобой играли. На тайтхантере, да. Он просто бегал и впитывал, бегал и впитывал. Да, там вообще был полный… Очень уверенный в себе. Полный развал, да. Там чуть ли не на 15-й минуте уже чуть ли не под Т3 там заходил спокойно. Выпулил крипов и в лес, и выфармливал. То есть у него огромный нетурс. И вот такие команды, они очень опасны, потому что команда, которая уверена в себе, когда они каждую карту играют первым номером, эти ребята, ну, они… Вот такие всегда команды, они сдают тон. Это всегда так было. Virtus.pro, опять же, Na'Vi там вот с золотым составом. Ну, в общем, агрессивные команды. Они всегда, да, они сдают тон. И вот плюс этот плейстайл, который у них наигран, плюс их драфты. Саларе очень мощно драфтит. У них огромнейший пол персонажей. И, ну, они не зря заняли вот это второе место в европейском ладере DPC. Если я правильно помню, первая игра против Gambit, они выкатили гирокоптера Виспа против Медузы и просто задушили Медузу, не дав ей нафармить. А вторую они как раз играли со снайпером сами. И там даже было ощущение, что какое-то давление оказывают на них. Но это была такая иллюзия, потому что отбились они достаточно легко. То есть, да, давили-давили-давили Gambit, но Тайдхантер сформанул свой аганим. И все, и снайпер всех расстрелял. Как-то довольно просто перешли от обороны к атаке. И мы сделали вывод, что в целом-то они обе игры контролировали. Просто во второй они взяли немножко такой вот, ну, можно даже сказать, вторым темпом сыграли. То есть показали, что они могут и так, и немножко оборониться. Ну, или можно будет сказать, что Gambit решили сыграть поагрессивнее во второй игре. Не получилось. После этого Gambit упали в лузера. С Гирокоптером тоже пытались играть. Но, как мы знаем, Gambit турнир покинут. Там немножко другая игра была у Gambit, да, с Гирокоптером. Они вообще не тот темп совершенно выдерживали. Там очень поздно появлялись артефакты, но это вообще несопоставимо. Это же сложно. Ну да. Там с Гирокоптером была такая тема, что Enchantress, она решила просто фармить почему-то. И бросила этого Гирокоптера на лайне. И Гирокоптер один стоял против даблы. И там он отпуливал, там как пытался X-Pool подсасывать. А Enchantress просто бегала и пыталась выфармливать свой левел, да, в надежде, что бисмастер Тмита будет собирать не Аганим. Хотя Айнкрат всегда собирает Аганим, если он не бисмастер Мит. Было бы странно, если бы он собирал что-то другое с ТС, находясь на центральной линии, если честно. По поводу, пару слов по поводу Дурачьо. Мне очень крутой в этот состав писался. Не знаю, как бы, может быть, опыту, да, вот этих ребят всех, которые там играют. Он дал ему какую-то дополнительную уверенность. Но, мне кажется, у нас очень много таких звезд, которые на первой-второй позиции играют, и которые могут как раз в такие европейские команды вписываться и там раскрываться. Ну, вот АЛТВ один из них как раз-таки, да, который там очень хорошо в Джефф вписывался. Вот сейчас у Дурачьо тоже парень среднячок вообще был, да. Вот, ну, никаких там звезд с неба не хватало. А сейчас великолепную игру покажут. Слушай, ну, это, мне кажется, как раз-таки и отличает хорошего игрока, когда у тебя есть все задатки, тебе просто нужен хороший наставник, который тебя направит в нужное русло, вот и все. Если же у нас они называются гладиаторы, то в моем представлении это как раз это кэри, это меч. И какой бы ни был крутой меч, если им размахивает какой-то неумелый, как бы сказал Александр Мостовой, дистрофик-киберспортсмен, то ничего хорошего из этого не получается. Те ребята вообще, они такие названия придумают, знаешь, из разных эпох каких-то временных. Сначала они были викингами, сейчас они гладиаторы, потом будут, не знаю, еще там кем-то. Ну, в данном случае их организация нашла. Ну, в общем, о чем я? О том, что кэри очень важно именно попасть, да и вообще в доте важно каждому быть на своем месте. Мы много раз говорим, что вот есть игрок, он вроде бы ничего особого не делает, но он исполняет именно те функции, который должен в своем составе. Один из таких вот примеров, очень много я слышал про Мепошку. То есть вот Мепошка, вроде бы смотришь на его игру, на Инте, ничего особенного вроде нет, но она складывается в идеальный пазл вместе с тем, что делает его команда. И я думаю, что здесь то же самое. У нас много талантливых игроков, но они постоянно попадают куда-то не туда. Да, некоторые из них, ну, какие-то проблемы, мне кажется, имеют с настроем, майнсетом, а может быть, некоторым действительно не везется команда. И в итоге, попадая вот в такие коллективы, что-то меняется. Ты должен словить одну, вот если какой-то костяк есть у коллектива, и туда приходишь, да, как там вот эта единичная замена, ты должен словить в первую очередь волну. Без разницы, как ты играешь, ты можешь играть суперкруто, суперплохо, но если ты ловишь волну, ты будешь вот на одной волне с этой командой, ты будешь вот прям единым целым, и тогда вот игра получается. Это как было как раз-таки с OG, это со многими командами, вот это тут происходит, да, ты волну ловишь, и все, и ты идешь вот на этой волне прям ровно, и всех, ну, так же с Team Spirit, вот какой-то в один момент у них щелчок произошел, они эту волну поймали, и вот, пожалуйста, да, вот результат октябрьский, какой они там продемонстрировали нам. Просто нужно поймать волну. И вот такое ощущение, что дурачок как раз на этой волне сейчас находится. Такой мощный серфингист он. Вошел в поток. Мощный серфингист. Мне причем еще всегда очень нравится приводить пример, вот наверняка у каждого такой пример есть, то есть можно зайти в доту, играть в соло матчмейкинг, и выигрывать там условные свои 50% игр. Есть твой друг, который точно так же выигрывает 50%, и есть третий, который тоже выигрывает свои 50%. С первым у вас будет вдвоем винрейт 10%, со вторым там 80%. И причем вроде как одного уровня у всех понимание, одинаковый ММР, но вот с одним у вас получается все, а с другим нет. И так, я думаю, на любом уровне. У меня есть два таких примера. Вот у меня есть как раз два парня, с кем я в один момент очень много играл. Один из них NS, у меня с ним там серия плюс 500 побед, ну, за все вот это время. И второй Dread. Ну, как бы, а играют они примерно там плюс-минус с одном и том же уровне. Вот, а с ним минус 70. Ну, просто я не могу с ним выигрывать, ну, как-то не получается, потому что Dread, когда играет в пати, он не хочет стараться там и так далее. И вот волнуя с ним не могу поймать никогда. Причем, возможно, что это у тебя так, а с кем-то другим в пати у него там хороший винрейт будет. Вполне возможно. Ну, а где-то же он рейтинг все-таки поднимает, опять же. Ну, не только же соло катает. Может быть, соло. Нет, ну, соло-то понятно, потому что он уже не всегда один играет, с кем-то у него есть положительные винты. Да, вот и здесь тоже очень важно стакаться. Возможно, даже никакие усилия не смогут привести двух игроков к тому, чтобы они в итоге смогли найти между собой достаточного уровня синергию, а другим двум игрокам для этого даже не нужно будет особых усилий прилагать. И мне кажется, что вот здесь вот как-то вот сработало. Лидер еще сильно нужен к этому, чтобы это все закрепить, потому что без сильного лидера у тебя такие мощные команды не получается. Опять же, Пупей, да, вот сейчас вот я в этой команде думаю, что селеры как раз эту роль исполняют очень прям на ура, потому что ему, мне кажется, руки развязали, и вот он как раз то же самое делает, все, что хочет пекает. Нужен козел. Не отпущение, а такой. Просто в стадо баранов, бараны довольно тупые животные, и они настолько тупые, что если стадо баранов просто пасти, ну, баранов, овец, они могут из-за своей тупости съесть всю траву под ногами и все, и не понимать, что делать дальше. Поэтому зачастую в стадо баранов добавляют козла, которые становятся их лидером, и они за ним везде ходят, а он их везде может. Может быть, нужен пес, который будет их шугать? Ну, короче, не знаю, интересная, конечно, история. Я всю жизнь, все детство прожил в деревне, и у нас там и баранов пасли, и коров, никогда такого не было, их просто на разные поля выводили, как правило. Потому что Саня ходил, а только газоны. Да, да, там как бы на разные места их отравлялись. Возможно, козлом был ты. Возможно, я был козлом, но я маленький был, так что рановато козленком разве что. Небольшим, ладно, у нас тут драфт уже вовсю. Короче, нужен, да, нужна голова. Нужен авторитет в первую очередь у человека, чтобы человека слушали. Потому что когда вы можете там вне игры быть лучшими друзьями, там ходить по различным заведениям, заниматься совместной какой-то деятельностью, но когда начинается игра, должен быть один полер, капитан, которого должны выслушать все. И вся команда должна работать как отлаженный механизм хороший. Закроем тему, просто я был один раз в деревне, я просто один раз это видел, но действительно у нас на хуторе там было очень мало людей, там был один козел, и за ним всегда ходил овца. То есть вот куда бы он ни шел, она всегда ходила за ним. Как-то очень жизненно ты сейчас это говоришь. Я бы сказал, да, если привести на человеческую реальную... Ну, хоммунизацию сделай. Преврати козла в человек, в человек, в обцу тоже, и это выглядит вполне себе повседневная жизнь, так скажем, у многих людей. Ладно, поехали. Вторая стадия. Бруда. Пик пока что жуков, пауков слева. Вивер. Ну, вивер, наверное, один из стандартных ферст-пиков. Бруда. Очень интересно. Во-первых, стоит вспомнить про то, что недавно относительно у нас в доте было такое изменение. Оно немного нашумевшее было. 33-й использовал особую фишку, удаляя там какой-то один из параметров в конфигурационном файле. Valve после того, как это все произошло, решили это даже легализовать. Теперь есть в доте специальная команда. Ее нет в меню, но ее можно прописать в консоли. Эта команда, что она делает? Она позволяет через клавишу Tab переключать не просто с бруды на первых пауков больших и потом на вторых маленьких, а именно с бруды на каждого паучка отдельного. Это позволяет бруде очень круто сплитить пауков по карте. А учитывая, что пауки стоят всего-навсего по 9 монет, зачастую они могут переблочить весь лес, и даже если ты приходишь, зафармливаешь всех этих пауков, ничего не происходит. Первым, кто пал от этого, были спириты. Более усложненная программа, мне кажется, какой-то, да, вот этот маленький, ну не скрипт, да, просто прописной. Раньше как было, я на Elder Titan, очень много раньше играл на Elder Titan, и, ну, иллюзия, она как бы не биндилась, не было вот у тебя в менюшке, вот бинт этой иллюзии. Ты просто Ctrl-1 делал, старый добрый, Ctrl-1, чтобы пачку выбрать, да, вот иллюзия Ctrl-1, и все, и оно у тебя запоминалось так, что у тебя в каждую последующую игру у тебя все на единичку, ты выгибаешь эту иллюзию. А здесь, ну, трудно сделать, пауки постоянно разные, разные пачки и так далее. Потому что они умирают. Да, тоже действительно запоминает контрольные группы, но с пауками это было невозможно, но нашли вот такое решение. Интересно то, что бруда появляется не где-то там на закрывающей, а прям сразу, то есть вот в первой стадии, ну, пусть на закрывающей первой стадии, тем не менее, очень-очень быстро. Чем отвечать на эту бруду? Хочет какого-то клубка? Ну, они ответили как минимум. Спиритбрейкером уже отлично работает в IT. Спиритбрейкера закрыли очень мощно. Спиритбрейкера и Бэйна закрыли вот сейчас вот этими двумя пиками. Потому что ВК не боится, опять же, вот этого всего фокуса, который есть, да? Он, опять же, не боится трех вот этих ультимейтов. А Гримм, он тебя закрывает, опять же, Спиритбрейкером своим ультимейтом, плюс Сайленс по Бэйну. Опять же, если он будет играть с Линзой, Сайленс по Бэйну всегда можно круто закинуть. Вот прям Кунка, которого хотелось бы забрать, Лего, которая тоже может быстро убивать пауков, и Тайтхантер, который тоже мог бы быть таким прочным героем против этой бруды. Это все в бане. Нужно сейчас что-то придумывать. Потому что это все, что может стоять соло против бруды. Потому что если вот эти герои придут соло туда наверх, они против бруды как бы будут неплохо справляться. Он боится, что Ашеры могут против этой, ну как раз, триплайном пойти, сильным триплайном. Бэйн, Трент, плюс какой-то рейнджевик. И задавить как раз свой, ну их там, легкую линию. И поэтому он еще сильный герой себе на легкую линию, плюс к этому всему набирает. Да, это ВК, это Грим, это очень сильно все. Поэтому здесь это все неплохо смотрится. МК, МК с Трентом. МК, да. Кстати, МК тоже один из тех героев. Я вот когда изучал то, как играл 33-й, они там зачастую против бруды банили МК. Тоже, ну понятно, он тоже прыгает по этим, по веткам. У него есть бандла-страйк, которым можно сразу огромное количество паучков убить. Решили вот так вот сделать. Вообще, интересный пик справа. Слева у нас есть Бруда, которая бегает там по лесам, по паутине, но и справа есть Трент, который ходит по лесам. Есть Бара, который бегает через текстуры. И есть МК, который тоже достаточно... Прыгает по елкам и также бегает Паля по лесу, давая Вижена. Вчера вот это дабло видели, оно очень сильно стоит. Сейчас я не видел лайнапа против бруды, но против вот любых других, наверное, героев, которые будут приходить у тебя на сложную линию, там не считай, может быть, какой-нибудь Марса Бабки, потому что это очень сильный лайн. МК с Трентома не сожрут просто. Они будут выносить... Один берет ботинок, ну, Трент берет ботинок, МК там может быть сорбофеномом, и ты... Если в тебя вписались, ты не уходишь. У тебя нет возможности просто подойти даже на ренджу тычки до крипа, потому что сразу же либо умираешь, либо много их потеряешь. Одно из двух. Тяжело будет. Я прям даже вот не представляю, как там будет... Понятно, что самая главная задача для бруды дожить до шестого, и там потом начинается вся веселуха. Ну, как тут вообще дожить до того, как МК слишком много зафармит, учитывая, что просто невозможно выйти? Нет, два милишника. Опять же, там будет Тофу помогать на гриме. И... Ну, два милишника не так, конечно. Или вивер там будет. Не-не, вивер будет с ВК ставить. Если вивер будет ставить на том лайне, на лайне можно не приходить. Это два паука, они просто там умрут на этом лайне очень быстро. А вот как раз грим, он в бруде хорошо поможет. Опять же, да, паучки быстрые, и инксвелл всегда можно на кого-то паучонка накинуть, чтобы он там догнал, застанил. Плюс ко всему, скорее всего, еще все елки съедят. Опять же, бурда там тоже придется своим топориком вот это вот все. А, ты имеешь в виду ближайшего? Да, ближайшего рисока они сидят, потому что они за Родинт играют, чтобы опять же тренд не сходить. Избавляясь от дополнительного дэмиджа по вышкам мы видим еще у нас гладиаторы, да, от Лины, от Темпларки, чтобы быстро линии не падали в вышки. Лешак, да, Симбл, да, вот как я считаю, либо просто Худ. У нас два решака такие было, который просто Этернал Шраут собирал, второй собирал Худ, но дальше шли вот такие артефакты, Блудстоун и Шива. Опять же, это тебе все помогает на жесткую выживание, да, ты можешь эти два артефакта просто прижимать, там Худак, там плюс Блудстоун и хороший армор, хорошее количество армора против какого-то милишника и дэмэдж-дилера. Ты в драке живешь бесконечно. Остались мидеры. Да, и для них, и для других, причем одни забанили Линну Темпларку, таких прям агрессивных дэмэдж-дилеров, другие Штормали Шрака. Слева будет ОД, справа будет что-то из серии Флот Эмбер Спирита. Ну что-то, да, такое, что будет входить в драку, там сумбур вносить. А может ли это быть сейчас такое? Хотя такой герой же есть, это как минимум Спирит Брекер, который будет врываться здесь точно первым, начинать драку и бежать вперед. Как вам идея Флекса ОД как раз поставить против вот этой сильной даблы, а Бруду в мид? Кстати, может быть, имеет место быть, потому что они сейчас посмотрят на ласпик, если там что-то зайдет, и Бруда может в мидл поехать. Они могут свапнуться по лайну. Я не знаю просто как... Ну, бум. Опять же, геймплей на ОД в сложной и ОД в миде, в принципе, структурно ничем не отличается. Те же самые артефакты собираешь и так далее, просто единственное, что в миде, наверное, у тебя быстрее-то все появится, нежели в сложной. Я просто смотрю, ОД против тринтайма Макаки как раз-таки может там прятать, что-то развлекать. Ну, сейчас важно посмотреть, кто будет в миде у Ашер, потому что, если Бруда не сможет пойти ни на мид нормально, ни на сложную, то здесь как бы будет тяжелее выбрать. Эмбер спиртом ты страхуешься просто против этой Бруды. Он, ну, потрогает. Хороший, кстати, пик. Хороший пик. Ну, нужен плеймейкер был, потому что у тебя все герои заточены под вот это. Что-то, ну, в лейте будет очень трудно. У тебя ОД, АВК и Брурам, они Манкинга сожрут, поэтому тебе нужно быстрее играть, темпово играть и пытаться как раз сноуболить. Если у тебя это не получится, лейт намного сильнее у гладиаторов. Что мы по предиктам скажем? Ну, если честно, по драфту я не совсем поставил бы в сторону, свое предпочтение в сторону гладиаторов, наверное, больше для шерфов, но чисто по скиллу, мне кажется, я буду за них здесь подтапливать. Я верю в них больше. Все-таки драфт неплох, но скилл окажется сильнее. Я тоже хочу посмотреть на противостояние этих двух медиеров, сейчас Рейбла и Бума. Если у Рейбла сейчас все на медиа будет хорошо, они вполне возможно эту карту легко закроют. Если на равных и у него там будут какие-то проблемы с появлением Метеор Хаммера, то, скорее всего, гладиаторы эту игру будут закроют. Коэффициенты от наших друзей из Винлайн. 1.25 на гладиаторов, 3.25 на Ашер, но мне кажется, что это та самая игра, которая будет очень интересная, потому что очень важное исполнение. Что же будет происходить, узнаем у наших комментаторов. Настало время теперь Ашер побороться с грандами этого Д2СЛ. По крайней мере, одной из сильнейших команд, которая здесь была приглашена и осталась здесь. Не повезло, да, Ашер. Не повезло всем, кто встречается с Team Tickles или Гладиаторс, как вам больше нравится, и это довольно грустная ситуация. По драфту сразу скажу, я не верю в Ашеров. К сожалению, несмотря на то, что мне они очень импонируют как команда, это маленькие, новенькие, свеженькие парни, которые должны будут показывать крутую игру в плей-оффе, да, там, на DPC. А пока это такая подготовительная часть, и им повезло, с другой стороны, что они встретились против сильного оппонента, да, который играет, ну, не на уровне Team Spirit, конечно, но на уровне хотя бы, ну, всех остальных команд из СНГ уж точно, даже выше, наверное, чем остальные СНГ команды. Для меня все-таки интрига довольно сильно сохраняется, потому что, когда дело касалось Гамбит, мы говорили, что это точно очень разного эшелона соперники, то, что они совершенно рядом не стоят. Это будет полезный опыт для Гамбит, но, к сожалению, шансы, что у них что-то получится в этой именно серии против них сейчас очень малы. А Ашер, они вот именно как бы разного эшелона с Гамбитами тоже, и они, возможно, сейчас не близки к самим Гладиаторам, но явно ближе, чем тебе были Гамбит, и поэтому для меня все-таки еще сохраняется здесь вопрос, кто что сможет, но Бруда, которая у нас так полюбилась всем в последнее время, особенно в Европе, она бывает очень хороша в очень умелых руках. Да, те же Ашеры пытались ее пикать ужаснейшим образом у них получалось. Ну, точнее, первая карта, насколько я помню, от Лимит Лисова была просто помрачительно слаба. Честно говоря, в последнее время его вообще не узнаю, очень слабо отыгрывает молодой человек Северия, ну, в сравнении со своим скиллом, опять же, да, с основным, так сказать, с основной хорошей формой. А драфт у Тиклсов просто супер-классный, мне нравится, что напикали себе Гладиаторы, он не приседает ни на одной стадии игры, то есть он хороший в мид-гейме, он хорош в лид-гейме, он хорош в мид-гейме, с точки зрения лейнинг-стадии, он хорош по комбинациям, он приятен по возможностям хорошим тимфайтам, ну, а самое главное к сносу вышек, да, потому что здесь у тебя и так была бруда с ВК, которая довольно быстро справляется с товарами, и сверху добавился еще и господин ОД, который, соответственно, будет иметь Метеор Хаммер. И мы видим то, что из-за того, что на мидл сейчас был поставлен Ласпи Комбат Райдер, из-за этого парни из Гладиаторс уже вынуждены были поставить бруду на топ, бруда будет немножко страдать, потому что она будет стоять против МК, вместе с, даже не бейном, да, вместе с трэнтом. Бруда до 6-го ловла там будет реально в печали, но зато мидл линия не будет залита точно, потому что бетруха получит против себя ОД, против которого он в целом, ну, типа, стоит нормально, в смысле ОД нормально против него стоит. Да, я думаю, что здесь, в принципе, есть шансы того, что Туфу может сделать достаточно контента на Вивере, чтобы не так уж и плохо было Бруде. По крайней мере, тычка ВАЗ постоянно и Мелодина следят отвлекать, чтобы он никакими корнями не пугал. То же самое касается и Манки Кинга. Ну, МК вообще, на самом деле, от этого я думаю, что прям не настолько хочет именно бруду. Ой, господи, опять это статус. Моя любимая бруда. Ужасная. Латексная бруда. Опа, вот это грамотнейший мув от саппортов. Селери пришел, напряг Ватсона, потому что, ну, Эйс, в принципе, сама бруда по себе, она героик контактный, и нужно регениться постоянно, да, при помощи Наста Довол Хангер. И если ты лайф увеличишься, то все в порядке. Но здесь лайф увеличиться нельзя, да, потому что ты играешь против ХНХ и Трэнфа и Трэнни Кайф вообще совершенно. Молодец довольно серьезно пробивает здесь. Но опять же, сначала мы видим, что жертвуют фармом дурачем. Вообще, интересное решение. Они на ФБ, видимо, решили собраться, но не получилось. Хотя, такой триплой сделать ФБ не так уж и просто. Интересно, они, может быть, реально ставят просто ВК. Вот я об этом думаю и, в принципе, по большому счету прям огромных проблем у ВК быть не должно. В случае чего он может пойти в лес, как бы просто качать себе пассивочку и пойти в лес. И все. То есть, как бы, в принципе, такая опция есть. Да, он медленнее будет фармить, да, что-то медленнее выносить, но, по крайней мере, не все три линии будут залиты. Но Селери уезжает на ботом. Опять же, что важное он сделал перед тем, как уйти на топ, гангать Ватсона, да, там, или просто помогать его харасить, он заблочил большой фен. Соответственно, если бы он этого не сделал, в этом случае линия была потеряна для ВК, он бы ее проиграл в салат. Но он его заблочил, поэтому он молодец, красава, все сделал грамотно. На мид, в свою очередь, у нас состояние очевидное совершенно. Начали на расслабоне, пока третьего лавона бетроидера нету. Там с третьего уже можно будет пытаться его пробивать. Айтов подстрял. Будет у него пять секунд до Шикучей, хотя тут успел Ватсон дотянуться, пока он еще в вижене, стики уже прожал, фарик есть. Но тычки одной не хватает, там все-таки уходят Шикучи, тычки не хватило, чтобы добить Тофу. Но Ватсон потерял эту парочку хрипов, пока бегал. Не так критично, как бы, но бывает. Самое важное, что, кстати, ИС, можете заметить, да, из-за того, какая специфика на линии, ему пришлось сначала качать себе Болу, а не Хангер. Соответственно, регена у него будет не очень много, но Болу очень нужен, потому что, во-первых, было вначале потенциал на то, чтобы кого-то убить, во-вторых, соответственно, миссы против манки Кинга работают довольно хорошо. Так, но Рейбл пока, конечно, страдает. Третий левел у ОД, он и ману себе восстанавливает, и дэмэдж довольно неплохо может прописать, поэтому Рейбл пока держится на почтительном расстоянии и прямо сейчас атаковать никак не сможет. Возможно, даже здесь потребуется помощь саппорта, хотя, ну, тут такие саппорты, что атаковать будет не так уж и просто. Ну, представь себе, какая печаль у него будет, как только Метер Хаммер появится, у него по факту закончится игра на миду линии. Да, ему есть чем заняться, по большому счету. Хотя, хотелось бы сначала себе тревел лака нафармить, еще что-то сделать, то есть не хочется просто с одним голом лосов выходить куда-то. Хотя, есть ли удачные руны, и он ее законтролит, но если бы за Кабы, едва ли это так случится. Гилгиру надо попросить, Гилгира надо попросить, чтобы он пошел стакать аншей, потому что сейчас бедрайдер вообще не сможет выиграть доту, если он не зафармит аншей в таке, а и с тем временем убивает анжи по кайфу максимально. И мы видим, то, что я и закинул шелковую болу, соответственно, с этим вас ничем не мог помочь, ну и до свидания. Все это под жуками, приятно. Ну, в общем, да, вот этот секьюр в начале линии дает возможность Бруде, которая изначально вроде как должна была чувствовать себя не очень комфортно, дает ей First Blood вместе с Шекучистом. Гилгир на боте вместе с Лимитлисом делать ничего не могут, ну и при этом всем Гилгир тратит время не на стаки для Бэтрайдера, а это проблема, потому что Бэтрайдер не выйдет с этой линии на медиа богатом, ему нужны эти стаки. Да я думаю, минутки полторы этот вопрос еще точно подождет насчет стакок. Ну, а что он его там делает? Ну, то есть он занимается тем, что он мешает просто пулить скрипов на малый кемп, который заблочен, поэтому он в любом случае не застакается. Ну, то есть, короче, он просто время в никуда тратит. По-хорошему, Лимитлис при крутых слотах в нормальной тайминге он здесь может очень много погоды сделать и, возможно, знаешь, после залитых линий попытаться мидгейм выиграть в своей команде тем самым, что есть, как бы ему засекрировать линию тоже довольно важно. Все-таки трудно фармить братруму на линии, поэтому, в принципе, в этом плане довольно непростой, и поэтому его засекрировать тоже надо, а фарм для Рейбла найдется еще, ну, как бы найдется и время на это. Увидим, увидим. Я надеюсь, что так оно, конечно, и есть, но с другой стороны... Да, умрет. А тычки? Тычки не хватает. Да будет, будет. Арбай еще не откатилась. Ой, ой. Хорошо. Обломно. Отлично, Рейбл сейчас сделал, очень грамотно оттолкнул от себя Бума, еще Бум под стаками стика напалма, то есть он не мог давить, он умер по подтаворам. Отлично. По крайней мере, не умер, не нафидил, и получилось для себя еще возможность получить отрегенец, я так понимаю, там за руну пошел. Там еще обратно на ОД надо переключить, потому что там снова движ продолжается. Да, забрал Бум чужую руну, на стаке спали, чужую баунти забрал Рейбл, это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны мы видим, насколько серьезно он наступает от ОД, и игра закончится для него ровно в тот момент, когда придет Метеор Хаммер, а это произойдет через буквально одну-две минуты. Да, тайминги действительно получаются очень приличные этого Метеор Хаммера, обычные, я бы даже сказала, и тут будет трудновато даже засекрировать просто Тавр, его придется отдавать. И есть разгон от Лимитлоса, мгновенно убивает Целлари, такой дешевенький фраг, но тоже очень полезно, правда, жаль, что Гилгиру именно достался, Лимитлос был бы очень рад хотя бы сотке прибавки для себя. Парни из Ашера очень грамотно подтаймили отсутствие, но это тильт, это тильт, конечно, после такого уже играть вообще не хочется. Так вот, очень грамотно на боте парни подтаймили отсутствие стана у Дорочева, он потратил его, и как раз-таки в отсутствие первого скилла в ВК можно совершенно спокойно нападать. У Бумыча ситуация здесь вместе с Лерия, можно Инксвелл накинуть, и будет вообще по кайфу, у Тимэй также был отдан. Рейбл заулынил в этот хейст, он хотел его забрать и попытаться еще здесь, возможно, подраться или просто уйти и боттл зарефилить, а в итоге он погиб, потому что Бум забрал хосту и не получилось. Ну, в общем, 1.23, вот буквально, точнее 1.25, да, там у нас был коэффициент от Винлайн, вот он полностью сейчас оправдывается, то есть на всех линиях идет заливка, если и не заливка, в случае, например, с боттломом, да, где они хотя бы убили на Творца в руках у гладиаторов, в свою очередь Ашеры, ну, их самая главная надежда, вот о чем говорил у нас Серега в окончании аналитики, а именно Бэтрайдер, он сейчас не на коне, он под конем, причем под таким конем, о, боже мой, здесь попытка убийства очередного Бэйна, второй раз он умирает здесь подряд, для Бума это килинг спри, еще и Рейбл ничем не поможет, у него нету Лассо, при этом все равно он пытается дожечь Бума, вполне вероятно, у него это получится, Сейн Призмин через 2 секунды только, и теперь можно зажигать еще и Селери, и Лассо появилось за счет того, что он добирает ОД, получает экспу, Селери на развороте, хорошая смазочка, и Тофу должен пробивать до конца, при помощи последнего Шекучи, но там Рейндропы, переигранно, уничтожено от Рейбла. На Мужика Рейбл отлично сыграл, он стрик забрал с ОД? Да, конечно, он убил 3 кг, в смысле сделал 3 кг, он получил из стрик, он получил 8 лов, у него был 5 только что, он получился 8. Отлично, видим то, что 900 золота он с этого заработал, для команды, для себя конкретно 800, и экспу просто море на 3 левела действительно, и вот мув плюсовой, и теперь как раз вопрос, его фарма стоит не так уж и остро, и Трэвелла появится достаточно скоро, можно будет попробовать и погангать, но надо все равно все-таки это дело добить. Тофу, так ладно, залет, по поводу попробовать, ну тут у тебя нет другого выхода, да, у тебя просто быстро все снесется в том случае, проблема-то в другом, есть единственные герои, которые могут здесь нормально, о, мелодио, о, нашли контроль, нормально, единственный герой, который может тебя заменить на миде, если ты уйдешь, да, с мидом, будучи бэтрайдером, это Бэйн, потому что это единственный герой, который способен сбивать Метеорхаммер для ОД, потому что если ты свалишь от ОД, то просто снесет тебя. Ну вообще да, они могут очень серьезно в этом плане пуша подгадить, потому что есть Эльвен Армор, чтобы тавры регенить, и Бэйн, который сбить может какую-то часть, хотя бы Метеорхаммеров, которые будут туда лететь, ну, которые застанет и будут в ренже, чтобы это сделать. И поэтому не так уж и быстро снесется эта мидвышка, скорее всего. Но так или иначе, как бы эта игра не закончилась в итоге, я подозреваю, что на Шерам надо Бруду банить, потому что, ну, слишком много, но нужно учесть, чтобы играть против нее, особенно когда она в руках плодиаторов, и легче просто ее забанить и не возиться с этим, и играть против нормальных героев, а не те, которые скоро из Доты удалят. Не, Бруду не удаляю. Бруда слишком хороша. На самом деле, она не настолько опишена сейчас, реально, ее слишком жестко занерфили, и в целом против нее можно играть, особенно определенным пулом героев. Мы видим то, что Бруда была пикнута очень рано, так что Ашеры понимали, с чем они столкнутся, и мы понимаем то, что Бруда не то, чтобы в кайфе... Ашеры знают, что это такое, они сами ее чуть ли не ферспикали, Да-да-да-да-да-да-да. На миде получалось вот на хардлейне не особо, честно говоря, использовать этого героя, и с тем временем занимается подфармом Чужого леса. И что нужно сейчас делать Айсу, да, по-хорошему? То есть, либо он сейчас должен просто уже выходить на мидл и уничтожать вышку, либо немножко попозже с появлением Орчета, потому что Орчет даст возможность локдаунить любого из саппортов, либо Бетрайдера, потому что Бетрайдер это опасность для Бруды. И вот сейчас мы видим, да, то, что идет разгон, и Лассо, и так далее, и источник от Огибайз без вариантов, без шансов. Он просто не знал, что он находится под Виженом противника, и поэтому не знал, что на него летит разгон. Не уверена, что был прям такой огромный смысл настолько далеко фармить. Он же не знал, что вот на Клиффе ты же, ну, у тебя есть шанс, что ты прочитаешь на 10-й минуте, что кто-то повесит на Клифф такую глубину Вижен? Ну, ты против Баррика все-таки играешь, там на секунду в Вижене появился, все, тебя могли уже успеть заспотать. Его же там вообще нету, ну, то есть не должно быть по логике Бруды. И о том, что это слишком ранний глубокий варк. Так, а Курьер пролетел мимо, например, вообще ничего такого формата. Такое может изи случиться, в общем, как бы это рискованно. Это было рискованно фармить, Лис не оправдался у него, в итоге он погиб, отдал золото противнику, Мелоди дает удачу на темативную способность, Рейбл прожигает в секунду Селери, Тофу подцепить будет уже гораздо сложнее, Лассо нету, и контролить его больше нечем. Да, ситуация интересная, конечно, и на самом деле очень-очень достойно Ашер отвечают, и видим то, что они находят выход из непростых ситуаций. Вроде сейчас надо попросить своих саппортов притянуться к ней и на Чужой Лес, соответственно, задевардить этот вижн, потому что она теперь 100% уверена в том, что это вижн был... Хотя, возможно, конечно, она скажет, что это, условно говоря, был какой-нибудь там манки-гейнг, висящий на ветке, но все же. Так и так, вот Атофу пришел, надо еще попросить Селери и раздевардить. Вот Селери несет Сентряга, я так понимаю, сейчас в Чужой Лес, потому что это единственный грамотный мув, который можно сейчас сделать. Да-да-да, он несет, они раздевардят здесь и надо двардить клип. Селери пойдет, раздевардит, да? Сейчас пока они двардят, их тоже могут попытаться принять. Конечно. Но у тебя другого выбора нет. Если ты играешь с брутой, тебе не вхаги... А они решили забить на них, напасть на эйсы снова. Разгон уже имеется, ультимейт откатился брат Румы, так что контроль будет долгий, Мелоди подходит, у него нету рутов, но все равно есть чем подгадить. И Рейбл уже успевает догнать и поджечь эту бруду. Мне кажется, эйсу стоило развернуться и попробует все-таки с Аброблхангером залечиться. Я понимаю, что он все равно умирал бы, но тогда я уже понанес. Это вот из-за буфов, Селери тоже погибает. Селери не сможет спастись. Задевардит они все-таки смогли, да, ты прав, но закончился это минус 3 суммарно. И вопрос, конечно, что здесь лучше. Вопрос к Пуму. Серьезный. Ну, то есть, у тебя 3 героя находятся в чужих лесах, ты вполне вероятно тоже должен быть вместе с ними. Понятно, что ты все еще боишься Братрума, все еще боишься Бетрайдера, но возможно, возможно, ты немножко поможешь. Ты все-таки тот герой, в котором сейчас максимум левелы и максимум голды среди твоей команды. И импакт пока, ну, честно говоря, не особо. И обновленный коэффициент от венлайн на эту карту 1.18 на Гладиаторов и 4 на Ашер. Интересно, резко достаточно. Действительно, тенденции пока идут очень хорошие у Гладиаторов, но игра может очень сильно затянуться, как минимум. А может даже получится и закомбетчить у команды Ашер. Пока еще разрыв не такой уж и колоссальный. И я вижу то, что там Берси покупает Манки Кинг. Ну, очевидно, и на фарм, и очень хорошо помогает бороться с Брудой в дальнейшем. Потому что сейчас, допустим, когда можно было, конечно, в Бруде пытаться разменяться, там такая была ситуация у Рейбла, то, что он прилетает, все пауки делают покуси, у него минус пол лица, но они через секунду уже сгорают все в напалме и, соответственно, не продолжается дальше такого дэмэджа и он может добить Бруду. По-хорошему, по-хорошему, Гладиаторам надо за этот БФ наказывать. Очень серьезно, да. То есть у них сейчас появятся артефакты на файт, у них сейчас появится активный артефакт для того, чтобы душить. И они могут закрыть эту карту еще до появления, ну, и даже не до появления БФ, а до появления БФ плюс каких-либо шмоток для того, чтобы Monkey King смог быть эффективным внутри файтов. Потому что, честно говоря, он может подставить свою команду подобным выбором довольно гридовым. Тренд нажимает свои ливен арморы, но это не имеет никакого особого значения. Драчи и компании все равно будут пробивать вышку, как только фортификейшн закончится. Бэтрайдер, очевидно, напрягает. Не очень хочется быть у него. Если HR и Moog хотят, они могут подефать этот файт, пытаться в драке провести с всеми ультимейтами, идут они на 5 на 5. Ну или там 4 на 5, например, да, если они не хотят, чтобы Monkey King перетягивался. Аккуратненько там стоит. Да, да, надо просто зонироваться. И они правильно все делают. Но Бруда, вот есть били тайминги, да, если бы у Бруды все было бы замечательно, если бы на нее не нападали, то у нее было бы уже урчат и раннее БКБ впоследствии. Хотя я не знаю, кстати, хочется ли здесь общий БКБ на Бруде фармить, потому что здесь сквозь БКБ работают 4 с ПЛА. Это очень много, наконец-таки ворваться, наконец-таки показать своего керри ВК. Так, и какой крит хороший, сразу же полетел у нас по Бейну, Бейна должны забирать, Гилгир погибает. Дальше после этого у нас отправляется в таверну Вивер, но атака будет продолжаться от Ашеров тоже. Нет, отменили, разгон не стали. Дальше, да, ведь действительно, там уже и Бум мог ульту кастануть, и Биттерхаммеру Лошо потратили на саппорта, поэтому надо отступить, к сожалению, для Ашеров. При этом всем ждем Shadow Blade, и вот он орчит от Эйса, который должен был появиться на 12-й минуте, но Ашеры красавцы все сделали для того, чтобы сбить тайминги Бруде, и, кстати, они снова задевардели Клифф, и непонятно, есть ли там вижен или нет у этого вижена для Эйса, то есть это вот напряжение, которое... Его стоит без крипов сейчас АФК, да? Ну, он ждет, когда спаунится, ну, а что ему еще делать? Вот он орчит, привет. Эта еда пришла просто для тебя. Вкусно, вкусно. Эйс забирает себе стрик из семи киллов, но это какая-то лютая жесть, конечно, то, что сейчас сделал Рейбл. У него было ноль информации, о том, есть орчит у Бруды или нет, но понятно, что она все это время фрифармировала. Фрифармировала пока ей никто не занимался, потому что драка была на ботоме. Но Рейбл почему-то не прочитал этот мув. А вот только хотел сказать, что круто, что Ашер снова атаку на Бруду устраивает, потому что, ну, не оставляет ее в покое ни на секунду времени, а потому что там был разгон от Бары изначально же, но в итоге закончился это провальный. Ну, сначала нужно, чтобы Баррада влетал, чтобы он давал стан, таким образом Бруда не могла обнажать орчит, и тогда был бы шанс на то, чтобы зачинить стан ничего злосо. Еще нашел чужие стаки, привет, халява. Те самые стаки, которые должен Рейбл забирать, чтобы у него были тайминги в артефакты, тем временем сон на ВК, и ВК такой говорит, парни, я посплю, мне не сложно, у меня ультимейт есть, я есть вторая жизнь, сейчас встану, и мои парни придут всей командой помогать, но проблема в том, что на него дают нереальное количество контроля, дурак, все еще живет, но при этом все еще инфризмент имеется, Мелоди погибает на правом углу экрана, еще и МК где-то погиб, а что с ним случилось? А, непонятно, что с ним случилось. Походу, а, ну на боте он фармил его, пока забирали ВК, уничтожили, помните временем еще и инфризментит, я так понимаю, Бэтрайдера? Да, Бэтрайдер попался, попал под контроль, и Тофу сейчас его будет доедать вместе с Бумом, целые разослипали, но это не помогло. Ну и в итоге 6000 преимущества имеется на 16-й минуте, огромная бруда все равно получилась после этих фрагов, и очень много денег в ОД имеется, все-таки очень много проблем он начинает создавать с того момента, как появляются аганимы шарты, и он к этому моменту близится. Лилшебство сейчас нашел, прям хочется куда-то ульту зарядить теперь. Интересно, стоили того стаки вот подобной ситуации, да, потому что мы видим, что 6000 уже перепарм, а при этом все в стаке все еще не забирается Ватсоном. Ватсон только-только получил себе БФ. Мне кажется, это решение, ну, может быть, не самое лучшее. Понятно, что есть оправдание, вот Даша как раз рассказывала о том, почему и зачем этот БФ нужен в этой игре, но он подставляет твоих тиммейтов. Твои тиммейты активные герои, они хотят драться прямо здесь и сейчас. У противника есть очень много слотов, они доминируют, и ты знаешь, что так скорее всего произойдет, тем временем у нас умирает Вивер, но... А ты собираешь БФ? И ты такой, ну парни, давайте немножко еще подождем. Но лучше понадеяться на это, чем с нулевой проигрывать после заедания фарма. Ну, потому что есть Майл, например, да, то есть есть артефакты, которые также дают тебе фарм, довольно быстрый и большой, но при этом в всем ты можешь еще и драться активно. И Майл БКБ, мне кажется, здесь был бы нереальный силен, потому что сквозь БКБ у Гладиаторов нет вообще ничего. И если взять то, что все-таки Манки Кинг обладает нормальным количеством армора, то его не сильно бы волновали криты, я дурачью. Ну, еще как бы в ВФ есть часть плюсов некоторых, один из них, например, что реген дает, который для фарма нужен, там и всякая такая же... Все это правда, ну то есть я же не отрицаю. Просто мне кажется, что твои тиммейты могут быть супер недовольны такой ситуацией. Тебя душит Бруда, тебя душит Метеор Хаммер, тебя душит ВК, у вас душат стаки крипов, и его вот... А он бескликнул, интересно? Да, да, это кон... Ну а что, по-моему? Какого шанса, что он хотел сам себя им призменить? В доле секунды решил, что он перебаковался, что далеко пошел и такой, ладно, я это, я сваливаю. Изгоняю себя из этой карты. Понимаю, понимаю. Но грустно, грустно получилось, конечно, для ОДшки. Да, был фрифраг практически. Так там самое грустное даже не для него, а для саппортов, которые поставили супер шикарный вард, который давал возможность убить Батсона. Да, да. И с тем временем подходит сюда драчьё рядом. Реинкарнации, кстати, нету. ВК, поэтому эта драка очень-очень плоха. Саппортов нету. ОД нету. Чего вы сюда пришли, парни? Что это за фит? Боже мой, гладиаторсы позволяют себе очень-очень странные мувы сейчас. Они дают очень хорошие шансы Шерам. И не, кстати, не... Господи. Не уничтожает их ЗП, который Ватсон себе залутал. А могли бы. Восемнадцатая минута игры четыре тысячи преимущества, пока сноубол такой дикий по деньгам именно закончился, хотя пространства остаётся довольно мало для Шер. У них сложновато с теми местами, где они могут быть уверены, что пофармить безопасно. Стаки продолжать делать уже не смогут, их будут постоянно пытаться контролить. И надо как-то теперь с этим БФом находить места себе для того, чтобы крипов побить. И это не так уж и просто Ватсону будет сделать. Ну что ж, будем наблюдать, что он дальше будет собирать. Всё-таки явно теперь не вот этот сабельный билд дальше будет, он не подразумевается. Какие здесь латы, в принципе, как ты думаешь, нужны? Вот прям в первую очередь Ватсону? Ватсону? Да, в целом, вот он хочет и на саблю деполт. Ну вот я бы сразу форсил БКБ. Но он, так как он гридовый, да, билд выбрал, и понимаешь, что он хочет лейт, в целом это правильно. То есть у тебя в лейте есть те шансы. Не потому, что, да, там у противника слабые артефакты или слабые герои, а потому, что у тебя 4 сквозь БКБ-шных контроля. И если ты будешь большой макакой, то ты можешь вот быть той самой лейтовой макакой, которая постоянно разговаривает о нас в Майл. Ему прям очень импонирует то, что Монки Кинг реально может перелатить практически любого кора. 1.18 тем временем Монки Онлайн против четверки на Ашер. И, кстати, время задуматься, кстати, на эту тему, особенно на тему 2000 фрибетов, которые находятся у нас под трансляцией по баннерочку. Честно говоря, вот сейчас такая тоненькая грань, где 4 кэв звучит неплохо. Но сейчас может преимущество с одинаковым успехом удвоиться в пользу гладиаторов или уйти в ноль в пользу Ашер? Но хотя нет, они драться здесь не будут. Они решили разменивать Т1 вышку. У них до сих пор Т1 не снесли на 20-й минуте. Конечно, плохо, но надо сейчас хотя бы это делать для того, чтобы получать себя прославляться для фарма. Но Рошану успели забрать, а здесь уже и половину тавар снести не успели. По вышкам, кстати, очень печальная ситуация для Ашеров. Да, вообще у них я только сейчас обратила тавар демеджи, но прям не огонь. Как-то говоря. У них есть огонь, но этот огонь не по тавар демеджу. Мы видим то, что просто Ватсон и компания играют вторым номером. Они понимают, что им нет никакого смысла играть максимально активно. Кстати, да, видим развод брудов. Это как развод мостов в Петербурге, только развод брудов. А вот работают эти макросы, которые легализовали. Это не макросы, это просто... Ну, вот настройки в доте. Настройки таба. Давай скажем так. Да. Так или иначе, пауки везде. Детей не жалко, новых завезет. Случай с брудами, да. И Бэтрайдером залутал себе БКБ. Мы видим то, что Спиритбрейкер тоже очень-очень близок к тому, чтобы взять себе БКБшку вторую. И с двумя БКБ в целом уже можно драться, потому что у тебя два жирных фронтлейнера, которые способны вытанковать будут урон. Сзади стоит МК вместе с компанией и нажимают все свои кнопки. И с минусов пока демеджа крайне маловато. Особенно если взять то, что у драчей двойной, ОД двойной. И вот именно на два, точнее, получается семерых героев уже демеджа не хватит точно. Надо вообще придумать, что здесь с Бёрстом делать, потому что Бэтрайдер долго не живет, еще не готов это делать Манки Кинг. И еще побольше немного хотелось бы для этого слота Баратрум, потому что пока его врыв не максимально силен из возможного. И даже если кого-то и убивать, то разве что получается всем фокусить один-два таргета, не более того. Явно не против семерых, как ты сказал, драться. Есть ли у них эти пять минут для того, чтобы тот же Сиагис получится у них это сделать? Я, кстати, в проиграх ни разу не видел вторым сотом Аганима. Это та самая минерная тема. Она, видишь, расставила весь мидл. То есть как только кто-то будет проходить мимо, вся инфа будет. Это суперкрутая штука. Не пользовался особо, поэтому в механиках сейчас будем разбираться по ходу дела. Я помню, что когда появлялся вот этот Аганим, что все его смешали с грязью, сказали, что фигня полная. Так что интересно, как он здесь себя проявит. Кто-нибудь застрянет там в этот паутин. Это больше утилитарная все-таки, да, для командной игры штука. В паблике, очевидно, она не очень сильна. Заход на тренд протектор. Уже успел получить крипт на криптине на половину хп и уже бум добивает. Там дурачье пока поспал в этот момент. Выспался и теперь надо идти нести. Могут снести все внешние вышки абсолютно спокойно за время действия Аегиса. Возможно, даже успеет зайти на Т-3, если кто-то еще подставится за шерф. Пока смерть пятерки это не слишком сильный аргумент. Откройте нам, кстати, вижен, пожалуйста, гладиаторов, потому что мне очень интересно посмотреть, сколько бруда дает вижена. А, кстати, сейчас уже так маловато разных стопа очков. Либо подпытка убить. Блинкаут, еще и тапаут под БКБ. Начинается сжигание БКБ, еще, кстати, ранее. Ну и пока за Аегис что-то они не очень много получают. Мы видим, да, что осталось всего лишь 2 минуты. Надо сносить все оставшиеся внешние вышки по-хорошему. Потому что, ну, потом вы будете... У вас реально страшная ситуация, где будет очень тяжело заканчивать игру. Если что. Потому что МК, вот эти арены, все дела, ливенорморы от пуши. Опа! Бумыш под атакой. Там двойной бум, кстати, будет. Он проснется в арене. И это оптимальная форма убийства Аегиса. И двойное убийство БКБшечку не нажмет. Тайминг идеальный от Лимитлеса. Красава, слушай. Он еще БКБ не нажал. Только сейчас это делает. И начинал драться с иммунитетом в магии. И с по стороне пытался драться. И теперь приходится из драки выходить. Но добили все-таки. Да, да, да. Ну и посмотри, они стоят в этих рутах такие. Че происходит? Ой, Абарик-то продали в итоге. Против Тренда это очень крутое оружие, замечу я вам. Тренд думает, сейчас пойду по лесам, а там просто эта паутина висит. И ты такой, он разогнался на оппонента в тайминг, когда у Дэв, ну на какого-то другого там героя, не помню кого. И, кстати, руты на Манки Кинга и против РК тоже неплохо работают. Дурочен запалил, дает инфу. Летает со стана, но не получается ничего сделать. Только здесь до него этот бласт долетел. И у Манки Кинга пока я вижу то, что был перерыв на БКБ. Разобрал саблю, дособрал из нее Блокинбар и теперь снова будет саблю обратно собирать уже из нового Гаракса. И Бруда, она тоже сейчас готова уже идти. к атаке вот этой последней выжившей Т1 вышки. И будем смотреть, что из этого выйдет, потому что вижу, опять телепорты пошли. Ватсон чекает обстановку. Ой, как неудачно ворвались. Боже мой, Рейвл потерял половину ХП. Его продолжают преследовать. На нем висел Паук, но он его сбивает и улетает пока что под свой тавр. Есть ультимативный Ацеллери. Очень хорошо Гримм связал двоих, и это сразу же минус Бейн. И можно забирать и второго саппорта, хотя за Трентом не бегают, потому что есть цель повкуснее, и это Бум. А Бум сам себя спрятать не может. Пока что сейчас только может, потому что БКБ закончилось. Значит, он так себя своим же БКБ подставил довольно плотно. Вибер подставляется под стан, улетает в таверну. Драчье тем временем вместе с Айсом разбираются с Рейвлом, и Ватсона надо найти. Ватсона надо убить. Драчье еще есть реинкарнация, он мансует там армлетом под тавром. Да, зачем ее полноса? Лимитлос вместе с Ватсоном свалит. А Лимитлос бежит в лобовую, сбивает луков. Зафармил здесь голды 90, наверное, с этого, но и Драчье не оставляет попыток занести до тавра. А там руты, там руты, там руты же. А, их обошли, видишь, их обошли. Ать, ать. Вот мог вляпаться сейчас, но все-таки не вошел в рейндж. Лимитлос снова врывается, снова разгон, снова контроль. Есть также Астрал от Бума, он держит на месте Макаку, не дает Ватсону действовать, и Ватсона-то придется бросать здесь. А зачем он сюда пошел вообще без БКБ? Ну Драчье был такой сладкий, лухитов, у которого, очевидно, есть третья реинкарнация, соответственно, не очень долгая ПКД, но уберете вы, уберете, что у вас на 2 минуты вышка позже упадет. Вот это невероятно, конечно. С другой стороны, если они не будут пытаться какие-то драки навязывать, их точно скоро снесут, и лучше это не сделают. Но без БКБшки же влетать. То есть драка-то была не такая уж плохая, не считая вот этого окончания, не очень понятного, не очень вразумительного. Смотри, раунд 3 сейчас начнется. Файт. Рейбл все еще есть лассо, можно попробовать лететь в Бума, потому что если ты не влетаешь в Бума... Ой, он застрял, он застрял в агонимных паутинах. Да, тут проблемы есть. ПКБшечка, ПКБшечка, надо спасаться просто. Проблема в том, что, да, у тебя не будет ПКБ на этот файт. Манки Кинг уже вылезает из таверны, соответственно, мог бы как-то ассистировать, и можно было бы навязать какую-то драку. На боте Тофу ставит хороший вижен, при этом всем надо бы еще и Обзорверуар там снести. Тофу сносит его. Окей, по кайфу. Мне интересно, как выглядит эта паутина в глазах профессиональных игроков, потому что там сейчас прямо в нее вбежал Бэтрайтер, и она реально так теряется на фоне обычной паутины, или просто... Ну, кажется, ты ее не видишь, нет? Нет, она не видит, не вижу. Я просто, к сожалению, вот реально ни разу не графтил. Инвизибл в плане, я же говорил, да, она невидимая. А, да, значит, не видит просто. Да, да. Ладно, здесь строят, все дела. В общем, интересная штука. Мне нравится то, что Айс придумал такой билд, и он, правда, помогает его команде. Да, все уволено, а здесь реально все пловят. Крутые, но здесь, знаешь, скорее, больше всего помогает то, что они действуют в очень ограниченном пространстве, поэтому там реально все заставили этой паутины. Ты просто играешь против Манки Кинга, Бэтрайдера, Трента и Братрума. Это четыре героя очень мобильные среди всего драфта у Ашеров, и поэтому эту мобильность можно очень серьезно ограничить. Сейчас Лимитлос выиграл время, очень много времени в своей команде. Он выбил реинкарнацию, а Егису уже давно нет, три инкарнации нет, и поэтому есть время немножечко передохнуть. Тем более, скоро у нас будет следующий Рошан, через полминуты определится дополнительный таймер, и там можно будет уже, возможно, навязать драку за этого Рошана. Хотя, с чем сейчас могут подраться Ашер? Что у них такого хорошего по предмету может появиться? Есть вот уже готовые и сабли Бэкабелл Манки Кинга после всех тех заворушек. Да, но это не особо меня сейчас клинкор сражений. Дэмэджа очень мало. Не хватает. Не хватает Ашерам пока дамаги, чтобы бёрстить оппонента. Мы видим то, что очень долго живут у нас Team Tickles. Аганим наполовину уже осилил. Лимитлос даже на 3 четвёртых. Не хватает ему поинт-бустера, за которым он, собственно, сейчас хочет и побежать. 800 золота, скоро дофармит, и надо ещё при этом добраться до лавки, так чтобы либо Курьера не сбили, либо тебя не сбили. Ты сам решишь пойти. Можно инициировать Ватсона. По нему есть информация. Рошан попытался убить его при помощи имсвала. Дабл-дэмэдж также имеется у ВК. И пошло-поехало. Смог тем временем Аганим есть. Так что сейчас можно будет очень круто подраться с этим Братрумом, с теми предметами, что у него есть. Главное контроль сейчас выдать хороший. Ой, Рейбл сбил своего собственного МК при помощи фаера. Бывает. Ладно, бывает. Выбили дурачёвый утимейт, но при этом всём Лимитлес может не жить. ПКБ нажимается ОК. Бум, не нажимает ПКБ, получает себе палку, получает себе пинцгрип. До свидания. И байбэк сразу же прилетает обратно на на ванпост. При этом всём добивает дурачёвый внутри арены. Бум, просто влетает внутрь арены. Говорит, здоровый Лимитлес прожимает ПКБ, пытается уйти обратно. При этом всём дурачёвый выживает. По нему не хватило ДПСа. И МК остаётся здесь, получает Эклипс. И это ещё и минус Рейбл, скорее всего, потому что у него БКБ КД. Эйс миссис Бум. Его точно четвертуют. Отправит таверну. Вас любят по максималочке. И теперь они, возможно, должны зачекать Рошана, потому что мы понимаем, что уже новый таймер. Они, в принципе, ашеры драли сейчас за Рошу, да. И всё-таки Рошана нету, как говорит Тофу. Он ещё минуту не появится. Мы-то об этом знаем. Ну, а Team Tickles выиграли файт за байбэк ОД. И это, конечно, печально. ОД, кстати, в последнее время действительно часто умирает. То есть он первый жертва во всех файтах. Ну, и действительно, он самый тонкий из всех доступных целей, которые можно подцепить. И тут, я думаю, это под тем, что мы видим на тех ХП, которые сейчас сносят в этой арене Малки Кинг. И поэтому он, скорее, надеялся на перетяжку от Рейбла, который был неподалёку. Он кого-то лассосировал, но я не видел кого-то. То есть, скорее всего, он там как раз с этим Бумом и занимался. Который с байбэка вернулся. По-моему, он... Я, кстати, честно говоря, реально не помню. Я тоже не обратила внимания. Я просто видела, что когда вот под конец арены уже Рейбл подошёл, но там его Бум принял и убил. И поэтому помощи не дождался Ватсон. Один ВК он не убивал. И я видела то, что он собирает себе Яшу, но что он будет из неё грейдить? И вот насколько эта проблема вот этого демажа решит? Да не то, чтобы сильно, честно говоря. Ну, одна Яша, понятно. Просто вопрос, скорее всего, что он дальше хочет. Да всё становится совсем страшно. То есть, если они не убили сейчас дурачёв внутри арены дважды, да? Окей, они, конечно, забрали Бума, молодцы. Но мы понимаем, что одним Бумом не ограничивается. Это Дота. Бум, кстати, напросил. Очень серьёзно. Можно продать совершенно спокойно гримстрок. А вот тут Д надо уходить. У него нет байпэка. Он нажимает ПКБ, думает, что он выживет, но это вообще не факт, потому что Лимитрес, мы прекрасно понимаем, его пробивает при помощи Нейзерстрайка. Дрочёв тем временем забирает Гием у Мелоди и Эйс. Сможет ворваться, отконтролить Рошана. И нас сейчас максимально пассивно сыграть, чтобы не отдать Рошу. Дрочёв по факту остается здесь один. Эйс, конечно, может помочь убить Бэйна. И очень плохо отыграл здесь Гилгир. Совершенно непонятно, зачем он здесь подставился. Думал, что ему помогут, но ему никто не помогает при этом всём. Кодератака неплохая на МК. МК в таверне у него есть Бэйбэк. Ему, походу, придётся его сейчас прожимать, иначе он даст ещё и рейбл с Лимитресом. Нет. Не отдаёт их. Окей. Эйс у него Линка. Кстати, отличный выбор здесь. И надо идти Рошу. Надо идти Рошу. Прямо сейчас бить срочно. Необходимо, иначе, ну, будет крайне печально. Надо забирать шарты. Видимо, ему ОД отдавать тогда уж, раз он пока сам не дофармил до этого всего. Вообще, фарм ОД по причине вот этих его смертей в последнее время пошёл очень плохо. Он занимает практически последнее, ну, фактически последнее место среди всех коров по фарму на одном уровне с рейблом, который примерно в тех же цифрах возится. И отлично растягивает время и выигрывает его для Ватсона. Правда, жаль, что сейчас Ватсона в таверне сидит и не пофармит ещё. Но есть надежда на то, что появятся новые слоты, которые улучшат следующую драку. Правда, следующая драка теперь будет уже против Аегиса и на хайграунде. Но Рошана, кстати, не забирает. Он даже не особо-то около него трутся. Возможно, Жаши успеют. Натворца двух мидеров. Проблема-то в том, что Бэтрайдер и ОД у них просто, ну, свап, так сказать, по позициям. Да, сейчас они пост-3, и у них есть пост-2 в виде Баратрума и Бруды. Но Бруда, очевидно, как вот замена на пост-2 уже, она эффективнее. То есть мы видим то, что она выполняет второго кора. ОД скорее утилитарный герой сейчас становится. И, соответственно, с этим мейн-герри это дурачё. Так что, в принципе, отсутствие Натворца ОД, наверное, не настолько страшно. И его дело просто им призметить. В случае, правда, с Бэтрайдером всё то же самое. Тоже утилитарный герой. Но у МК нет второго кора нормального. Баратрум не вносит так много ДПСа. Ну, вообще внесёт? Сейчас. Ещё внесёт? Потом, да, потом. Особенно с 25-м. То, скорее, знаешь, то, что... Блядь, этот дурачё неплохо могло бы быть. Но он сейчас совершенно вне позиции. Лимитлиц, в свою очередь, пытается забрать Вивера. Хороший чейнстан. Ласто потратили на Вивера. Но Вивер должен быть с собой доволен. Он, кстати, может вернуться с байбека и таймлапса. Он это и делает. Он возвращается обратно в байт. При этом всём ещё и приговорили двух саппортов у Ашеров. Да, но при этом забирали дурачё. Ватсон практически в соло справился с первого жизни. Вторая жизнь уже будет проходить под ареной. Но дурачё пока что не так активно... А, ворвался в драку, когда команда потянулась. Забрали снова Ватсона. И теперь надо не на Рошана. Теперь надо на хайграунд. Всё. Как же они тратят вас саппорта четвёрку, у которого есть байбек. Но вы знаете, что у Бума нет бая. Убейте его. Да, у него Аегис. Но попробуйте его убить дважды. Это будет намного более эффективно, нежно, что вы делаете. Особенно, если взять то, что это Вивер, который не использует вместе с командой. Но, опять же, сложно. Мне кажется, что здесь вот такая ситуация, которую ты буквально сам минуты ранее сказал, про то, что фарма дают Эйсу, а не Бума. Опа, вкусно пошло. Вкусно пошло. Против Лимит Лисон. Он зря сюда вошёл. Он зря сюда вошёл, но очень быстро вышел. То, что если ОД не будет агонимой и шарда, это не смертельно. Он всё равно свой импакт несёт. Он от горя не умрёт. А вот Эйс от горя умрёт, если у него денег не будет, артефактов не будет. И поэтому умирает, не умирает. Байбэк есть, нет. Его убивать, но, в принципе, с ним всё равно он успеет всё выкосывать, что хотел. И после этого только таверно отправиться. А то, что сейчас Эйса забрали, это сохранило сторону. Команде Ашер забрали эту тревушку в итоге. Им сохранило сторону то, что Бэтрайдеру пришлось принимать байбэк. И вот это печально. И это тоже. Ну, совокупность факторов. Да. Эта игра уже проиграна, конечно, в салат. То есть 18 тысяч с одной стороны. С другой стороны байбэки потрачены на керри, начнутся на куорах. И Ашерам, конечно, видно, что им очень-очень сложно здесь играть. И даже не очень понятно, как переворачивать. То есть нет каких-то центральных салтов. Хорошая драка, точнее, даже не драка, потому что 5 на 5 они драться уже не могут. Им надо сейчас делать пик-оффы. Они и так растягивают драку, как ты видишь. Всё время они происходят так, что половина команды в одном месте, половина команды в другом месте и пытаются какие-то соло-таргеты больше обрабатывать. Либо через финсгрип, если его получилось удачно дать, либо через лассо. Бум! Is that no? Ну там вообще у него есть худшая цель. Дурачё, правда, вторая худшая цель по рангам тут. И Мелоди просто уничтожается за секунду. Он никуда не уходит. Ультимейт попытался дать МК, но получил стан. Я не очень, кстати, понял, как. Ты поняла, как он стан получил? Дурачё ему дал, что ли? Не обратила внимание. Ну да ладно, не суть важна. В любом случае, он раскастовал арену в тот момент, когда уже Бэтрайдер у него практически погиб. Его просто сейчас откайтит на второй жизни. Дурачё даже не потерял реинкарнацию. Можно писать ГГ совершенно спокойно. Да, это ГГ. Ашеры молодцы, что попытались в последний раз. Дали смок свою такую последней надежды, но понимали то, что уже шансов здесь никаких не будет. Тут переждать Аегиса уже точно шансов не было бы. Они бы все равно заходили, попытались напоследок навязать драку на своих условиях. Не получилось. Это драка. И, понятное дело, что трон бы снесли с минуты на минуту, если бы это ГГ не было бы написано. Найстрай Ашеры отлично попытались поработать против бруды, но все-таки, мне кажется, легче будет ее забанить, как мы обсуждали в начале карты. Мне кажется, стоило все-таки попробовать пойти... Мы не знаем, как бы сработало, но если бы был бы Майл БКБ от МК, Майл Сабли БКБ, например, с разборкой, сборкой обратно, мне кажется, дало бы тот самый темп, который мог бы позволить остановить бруду вовремя, мог бы позволить остановить ОД вовремя, и каким-то образом все-таки игра пошла в другую русло. Но, опять же, мы не узнаем никогда, потому что все уже случилось, и отправимся в студию аналитики. Да, многие вопросы у нас исчезли после этой катки. Мы видим силу гладиаторов. Мне кажется, что они даже не на 100% свои мощи сыграли. Ну, давайте разбираться, что же произошло. Мне кажется, было с самого начала понятно, что гладиаторы за эту игру взялись очень мощно, и, в принципе, получили стартовое комфортное состояние, скажем. Ну, начнем с того, что они грамотно отправили двух саппортов изначально наверх, да, с первых минут, не дали макаке задминировать раньше времени. Да, пусть там спустя две с половиной, по-моему, минуты пришлось возвращаться на линию на помощь еще в Рейс Кингу, но вначале для Брутки комфортные условия создали, вот, и Брутка там нормально фармила. В миде я вообще молчу, что произошло. В миде, конечно, было полнейшее уничтожение по всем фронтам. ОД переиграл этого бетрейдера вообще без шансов. Да, не, он убивал его, если бы тут этого не было, в Rush 3D Gauga. Да, вот этот Rush 3D Gauga, конечно, да. Когда приходите втроем, пытаетесь там, одного забрали в спорту какого-то, да, но потом у тебя бетрейдер делает этот килл, зарабатывает 800 голды и возвращается в игру моментально. А, вот, вот, вот его. Да, вот, собственно, и он, да. С него и начинаем, самого вкусного. Бэйна забрали. Обратите внимание на Нетворс просто бетрейдера и сколько он сейчас будет иметь Нетворса после этой драки. Я бы сказал, что вообще, посмотрите, если на Нетворса, то какой-то супер разнос. Даже этот трипл килл не позволил бетрейдеру войти в тройку. Как бы, герой делает трипл килл и он все еще даже не третий по Нетворсу. ВК вообще не пострадал от того, что его кинул Грим в начале. При этом, что удивительно, Бруда, да, до шестого левела она опережала МК, причем очень сильно. Ну и здесь у нас уже идут хайлайты там, восемнадцатая минута, но в целом Эйста тоже играл. Он там когда-то заходил, фармил какие-то споты слишком рискованные. Все, что я хочу сказать, что гладиаторы нафидили так много, они сделали так много лишних вот этих вот смертей, которых могли избежать, допустили, вернее, так много лишних смертей, и все равно даже так преимущество было подавляющим. Иными словами, не допустя они этих смертей, сыграя они где-то поосторожнее. Нет, я думаю, что они здесь, да, вот есть такое понятие, играли не в полную силу, не в полную ногу. Вот, сыграние на сто процентов эта игра бы закончилась минут на десять точно раньше. Вот помните, о чем играл? Вот как раз на гладиаторе, именно Стеллари, он когда видит какую-то слабость на лайне, а он видел слабость на лайне, да, в лице там бруды, плюс грим, то, что вот они там могут провалить эту лайн, как раз Тренту и ФК, он отправляет туда вот эту Треплу. Добавляет героя, а у ВК что? он полтора минуты под Тауром будет стоять, у него крипы встретятся под Тауром, он хагрит на себя, там добивает, вот эту линию держит, чтобы их Таур там особо не бил, и все, и он как бы там три пачки точно отстоит. А вы гнобите этого МК, гнобите Трента, бруда получает там где-то второй уровень, там второй, второй с половиной, и все, и в суппорт уходит в лице Вивер, да, к ВК, и у тебя в оконцовке там к пятой минуте все три топовых нетворсов, бум убивает у тебя соло-лайн, у тебя все хорошо у бруды, она уже начинает от ВМК выгонять, да, с лайна, потому что ей хороший старт дали, и у ВК все хорошо, потому что он вначале постоял против крипов, получил неплохой левел, а потом Вивер помогает против такого лайна, как баррич плюс бейн, ну что ж, как ты убьешь от ВК, у тебя дамедж просто не хватает. Причем, ладно, были, понятное дело, что здесь гладиаторы просто всю игру доминировали, но были моменты, когда шеры могли нормально размениваться в свою пользу, но потом принимали совершенно невнятные какие-то решения идти дальше драться, зачем-то там будет момент, когда разменяли тройку на тройку и саппорта забрали, отдали, по-моему, двух саппортов. Хороший размен, казалось бы, отступи спокойно. Мидера саппорта даже. А, мидера, мидера, да, простите, ОД как раз-таки забрали. Отступи спокойно, перегруппируйся, не единичный случай был, два или три раза так происходило, они пытались сказать, вот это, по-моему, кстати, момент. По-моему, да, да, вот сейчас должны забрать Бума, вот Манки Кинг тратит арену, сейчас заберут его, заберут Грима, и все, казалось бы, арена нет, без арены драться не хочется, вкатывается спиритбрекер, да, сквозь БКБ пробивает, в это время там оппонент разбирается с саппортами команды Ашер, ну ладно, вот размен хороший. Второй раз убивает Бэйна, и они зачем-то заходят. Зачем-то дальше идут драться, непонятно, там ВК, все еще боеспособен, там Бруда, куда вы бежите, зачем, для чего? Для вас ничего нет, кроме Ласка. Да, и Гилгир, как-то ультанул слишком раном, в общем, такая получилась ситуация, не самая, ну, не прочувствовали, чувствовали игру хуже, чем соперник, вот так вот, наверное, можно сказать, да, довольно уверенно, гладиаторы здорово выглядят. Это второй момент, кстати, будет, по-моему, где как раз-таки они опять придут, они, тут трикор останется у гладиаторов, и они запрыгнут на ВК обратно, по-моему, на этот момент. Там выбили сейчас, по-моему, реинкарнацию, Забрескинг, он просто убежал, прожал по КБ, на второго ты не нападешь, потому что у него тоже реинкарнация в виде Аегиса, то есть, кого бить, вообще непонятно, здесь изначально драка неясная для команды Шер была. Ну, и отмечаем в очередной раз наличие такого героя, как Бэтрайдер, в пике с Манки Кингом, который периодически ломает Йогни. Да, это правда, да. Он падает. Вот хочу один полный пункт отметить, это баунтероны, 19 на 7, ты 7 баунтеронов, за полчаса игры подобрал 7 баунтеронов всего лишь, это очень мало. Тем не менее, по натворцам это прям дает о себе знать. Да, подавляющее преимущество, конечно, даже и непонятно, вот, что нужно сделать Ашер, обычно так смотришь, и можно хоть какой-то совет со стороны дать, сыграть надежнее, там, вторым темпом или что-то, а здесь просто нужно, нужно делать лучше все, и при этом, если гладиаторы сами сыграют на 100%, то будет еще сложнее. Да, конечно. для начала, для начала хотелось бы, чтобы хотя бы на центральной линии не было такой разницы огромной, да, именно на ранней стадии игры. Причем, Рейбл-то сильный митер. Да. Здесь просто вот этот лайнап его закопал. Начнем с этого просто, а там уже посмотрим, что дальше исправлять. Это Тузяра, агрессивный туз, который просто бегает где хочет и делает, что хочет. Ну, правильно, супер агрессивно играл, он там где-то в минуте там на восьмой, что ли, уже под Тир-3 Тауэром на миде фармил. Ну да, и, кстати, Аганим, это тоже не самый частый артефакт на этом герое, вот мы смотрели в Закуристи, от брудки, которая там просто раскидывал в сетки свои. Как он называется? Спиннер-снэр? Спиннер-снэр, по-моему, называется. Я помню даже, что когда его ввели, я учитываю, что он так как-то непонятно написан. Там такое вот описание, если что, способности. Ну как в Доте очень много способностей, у которых огромное описание, а на деле они очень просто выглядят. То есть нет никакой там Там целый лист А4 как минимум. А на деле просто стан какой-то, да? Да, или замедление. Просто ловушка, ловушка из паутины, которая ставится... Тысячу лет назад бруда, там что-то какого-то дралась против какого-то монстра. Не-не-не, лора в Доте нет. Изобрела эту четку, и мы ввели в описание Аганимов. Изобрела шелковую болу. Шелковую болу. Придумала технику шелковой болу. Вот, собственно, да. Ну, это очень смешное название. Нет, шелковой болу. Третье способности. Силкин болу. Да. Мне нравится. Такое звучное. Ладно, друзья, это была первая карта. Не забывайте, что у нас под трансляцией есть баннер наших друзей в онлайн. 2000 вы можете получить фрибетов. Мы уйдем на небольшой перерыв. Вернемся ко второй карте.